приветствую вас на канале раиса горяченко дача с огород цветы канал располагается в городе измаил здесь мы живем с александром и проводим нашу работу по изучению агроастрологии астрологии проводим здесь эксперименты и делаем анализ того что может нам принести хорошие результаты и так мы живем городе измаил это юг украины и юг одесской области но мы составляем все гороскопы по московскому времени по международной практике можно составить по москве по нью-йорку и токио для нас более близко и понятно именно московское время поэтому не надо видеть в этом какие-то подвохи есть международная практика поэтому мы ее используем а теперь еще одна просьба пожалуйста делитесь этими видео своими родными и близкими вы уже получили прекрасный результат пусть у них тоже будет все хорошо это очень важно чтобы как можно больше было нас тех кто знает умеет и получает позитивный результат при работе в саду на огороде а также мы продолжаем вот эту новую рубрику чуть чуть позже которая нам поможет еще более лучше спланировать нашу жизнь и наши домашние или хозяйственные дела а сейчас агрогороскоп с 26 по 28 сентября 2021 года это время убывающей луны в знаке близнецы и начинается это время у нас в близнецах с воскресенья по вторник но мы как всегда рассматриваем день до того до момента перехода луны в этот знак в который мы рассматриваем естественно час времени после сначала рассмотрим время до перехода в знак близнецы 25 сентября луна будет в знаке телец все сутки и только перейдет в воскресенье уже в 3.38 но мы это время не будем рассматривать нас волнует вот это 25 25 луна без курса начинается с 16 часов 11 минут до конца суток поэтому телец используем не на полную мощь постарайтесь с раннего утра пораньше выполнить массу важных работ с посевами и посадками и давайте мы рассмотрим что можно сеять так вот с раннего утра или до тех стран где утро начинается раньше световой день раньше до 15 часов 30 минут 25 сентября можно высаживать озимый чеснок озимый лук редис в теплицах сидераты там где они можно в открытом грунте еще тепло можно сеять в открытом грунте и в теплицах вот это будет актуально 25 также рассада до 15 часов 30 минут любая рассада также высаживается до 15 часов 30 минут вот это очень актуально кто не успел высадить саженцы любые закрытые открытой корневой системы садовые растения это ягодные плодовые это декоративные а также еловые все вот эти растения кустарники все мы высаживаем их саженцы вы получили или получаете сейчас посылки с растениями высаживайте там где была приятная погода если же у вас неблагоприятная погода высаживайте и растения очень маленькие саженцы высаживайте их горшки в горшки и или в теплице их пока устанавливайте а лучше всего в горшки и высаживайте вместе с горшками в землю а когда будет идти снежный буран какие-то резкие перемены в зимней погоде а это будет у нас и будут такие варианты поэтому можно легко я так делаю всегда горшок аккуратненько вытягиваю вместе с корнями вытягиваю это растение с горшком переношу где-то в место где вот этот период будет пережить растением ну а как только минусы чуть-чуть уменьшаются становится более менее тепло я снова возвращаю растение в то же место ямка остается и растение продолжает расти корневая система наращивается постепенно корневая система и к весне у вас очень хорошее будет растение это для тех у кого вот такая ситуация далее можно высаживать еще землянику клубнику вот то что у вас уже готовы рассады снова же тоже лучше конечно здесь уже закрытая корневая система но если получили рассаду высаживаете в прямо в землю у меня был такой опыт когда я использовала посадку растений земляники или клубники именно в горшочки и уже когда мои растения окрепли я тогда их высаживала в зиму но так как зима сейчас будет непредсказуемая обязательно посадите в горшочки и при вот этих снова же неблагоприятных погодных условиях горшочки можно просто напросто забрать это для садоводов для огородников для дачников вы высаживаете несколько десятков этих растений это легко можно перенести в другое место где растения могут пережить вот эту неблагоприятную ситуацию с погодой вот это такое вот такие подсказки это опыт который вот позволяет нам сегодня вам подсказку давать и чтобы вы сохранили ваши дорогостоящие далеко не дешевые дорогостоящие растения также в это время можно обрезать растения любые обрезки на любых растениях в саду кстати по обрезке я уже убрала этот пункт по зеленым операциям в теплицах тоже актуальна обрезка зеленая операция так называемая цветы в открытом грунте кстати очень похожи эти рекомендации для комнатных цветов здесь хорошо высаживать луковичные цветы высаживать рассаду это где теплые более регионы и желательно вот эту рассаду закрытая корневая система где-то делить даже растения можно и высаживать в грунт здесь очень хорошо нарезать череночки а также укоренять снова же если у вас холодно а у вас черенки такие появились для укоренения готовьте их укоренению или укладывайте вернее черенки на укоренение в домашних условиях пожалуйста есть у вас контейнеры есть горшочки такие специальные накрывайте бутылками делайте тепличку и укореняйте череночки и к моменту уже весны и лета следующего года в июне месяце очень хорошо будет уже высаживать вот эти уже готовые растения они и укоренятся и постепенно будете закалять снимать бутылки все что делается в открытом грунте делается и в закрытом грунте это что касается цветов комнатные цветы очень хорошо уже тоже еще сегодня то есть 25 сентября нарезать череночки укоренять черенки любые любимых растений те кто занимается размножением замечательное время но используйте этот момент до 15 часов 30 минут именно черенки и укоренения далее посадка пересадка посадка луковицы кстати хипиастромы можно высаживать и другие луковичные цветы все вот это можно делать до 15 часов 30 минут затем луна без курса еще раз предупреждаю вот эти все посадочные посильные работы не проводим после вот этого периода 16 часов что по поливам и подкормкам а это очень хорошее время дни корня эффективны и поливы и эффективны подкормочки они всегда вместе дают хороший результат и рассмотрим сейчас вопросы заготовки сбора урожая везде открыт зеленый цвет пожалуйста делайте заготовки собирайте урожай и закладывайте на хранение а теперь рассмотрим вот эти два дня это у нас была суббота для тельца прекрасное время воскресенье и понедельник один выходной и начало рабочей недели это время продуктивного знака близнецы и поэтому я чтобы меньше тратить время просто-напросто на два дня сразу вам расскажу какие работы мы можем выполнять в эти дни но для тепличников просили меня по теплице рассказать что можно посеять только листовые салаты именно на убывающей луне в знаке близнецы можно высаживать листовые салаты и хорошо получается урожай это единственное что можно посеять далее рассада конечно же в близнецах не высаживаем никакую рассаду ни цветов ни овощных растений эти два дня 26 и 27 сентября воскресенье и понедельник а вот в саду очень хорошие можно провести работы с обрезкой садовых растений а также защитой от вредителей и болезней эти два дня замечательное время для вот этих агро приемов для цветов и для комнатных цветов и для открытого грунта та же самая ситуация мы можем проводить защиту от вредителей от болезней и 26 и 27 и плюс здесь возможны обрезки если есть в этом необходимость а вот с поливами и подкормками придется подождать и перенести это дело чуть чуть более поздние периоды и о них мы будем говорить а сейчас это дни стихии воздуха близнецы естественно поливать нельзя подкормки при без полива тем более знак стихии воздуха растения заняты дыханием они не воспринимают любые подкормки и под корень тем более поливать нельзя и по листьям зато вот этот план по сбору урожая по заготовке и по закладке на хранение можно выполнять и перевыполнять смотрите замечательное время для заготовок для сбора урожая и закладки на хранение эти два дня и можно будет если не успеете утром еще сделать но сейчас мы рассмотрим 28 сентября 2021 года это у нас были 26 27 время знака стихии воздуха это время убывающей луны в знаке близнецы вот наступает 28 сентября с 0 часов и до 16 35 как будто бы это продуктивное время в знаке близнецы но у нас луна без курса с 7 часов 20 минут идет на отдых спит по-народному как говорят некоторые астрологи и спит до момента перехода в другой знак а другой знак это рак 16 и 36 это что это значит спящая луна это время когда любая программа негативная чаще всего внедряется и поэтому постарайтесь вот посевы и рассада это естественно мы не сеем не высаживаем и это мы делаем вот до периода 17 часов я вот этот день расчерчила вот видите на половинку почему здесь уже по вечером после 17 часов уже начинается продуктивное время луны в знаке рак это убывающая луна но много дел можно сделать и поэтому можно использовать смотрите с посевами до 17 часов ничего не делаете зато с 17 часов 28 сентября можете посеять сидераты посеять семена редиса и на зелень различных культур медленнее растет но растет и поэтому можно вот этот момент использовать далее рассада конечно же до 17 не высаживаем а 17 можно уже высаживать рассаду ну какое какое у вас есть и что вы планируете это вопрос ответ вернее на вопрос киплещников я вот вам даю такую подсказку это не значит что сегодня вот допустим 28 с утра где-то написано что это знак рак видите никогда не бывает с утра очень редко я наблюдала когда с утра начинается какой-то луна входит какой-то знак 17 часов высаживайте рассаду также в саду вот очень важно смотрите что можно делать близнецы еще воздействие стихии воздуха до 15 часов можно обрезать садовые растения но и защиту от вредителей от болезней можно проводить а вот с 17 часов 17 часов 28 можно уже поливать и подкормку давать можно полить и вечером под кормочку по листьям если листья есть или же под корень так как сейчас уже затихают все процессы физиологические то не увлекайтесь большим количеством подкормок лучше меньше чем по инструкции дается для цветов и для комнатных цветов 17 часов начинается хороший период для посадки пересадки перевалки вот тех растений которые вы черенковали уже укоренились они с корешками пересаживаете высаживаете а до этого времени только защита от вредителей и от болезней кстати по открытому грунту тоже можно высаживать рассаду это более теплые регионы закрытой корневой системой легко и быстро растение укореняются и растут и затем хорошо переносит зимовку это что касается цветов мы разобрались а вот этот день 28 сентября у нас поделится по поводу полива подкормок смотрите до 16 часов 35 минут поливы подкормки не проводим потом даем чуть-чуть времени для перехода этого из 17 часов вечером уже хорошо можно поливать и подкармливать любые растения те что у вас заняты жизнью то есть они еще с листьями еще где-то и плоды и ягоды растут вот это можно делать если уже нету листьев зима у вас то конечно же никаких полива и подкормок не проводим снова же разделение дня по поводу сбора урожая заготовок и на закладки на хранение только до 12 часов дня можно собирать урожай на закладку кстати на хранение можно делать из этого урожая различные заготовочки все все заготовки кроме квашения капусты все это можно делать сушить замораживать и все это делаем до 12 часов дня и закладываем на хранение только до 12 часов дня прошу вот это учесть и естественно уже после 12 часов дня нельзя вот эти работы проводить начинается переход вот стихии воды и более и более наполняется не бывает такого что вот резко вот до 1634 вот наступила вот эта планка четко граница где вот было можно а где нельзя нужен постепенный переход и нужно для этого перехода определенное время поэтому уже после 12 часов не делаем то что нам нужно чтобы оно сохранилось мы просто-напросто постараемся выполнить эти задачи чуть-чуть раньше и вот до 12 часов 28 сентября это что касается агрогороскопа теперь рассмотрим вот эту рубрику которую кто-то из наших читателей в социальных группах предложил назвать луна про жизнь я ее в кавычки взяла вот эту рубрику с 26 по 28 сентября 2021 года вернее вот с этих дней которые мы с вами использовали в прошлый раз и еще вот я пытаюсь это все систематизировать как вам лучше подать давайте просто-напросто рассмотрим вид деятельности и вот эти все дни сразу будем рассматривать чтобы не было вот этого повтора и много времени это не занимало и так телец 25 сентября телец покровительствует благосостоянию изобилию человека и только тем кто трудится телец сам труженик самые тяжелые работы кто производит именно он и поэтому до 15-30 часов 25 сентября можно использовать финансовую мантру и вот это финансовая мантра вот так звучит 7-7-5-3-1-9-1 именно в это время и до этого периода далее мы не используем эту финансовую мантру и не используем 26-27 это знак стихии воздуха ветер это просто-напросто если будете использовать эту мантру а все улетит воздухом снесется если 28 использовать эту мантру это знак стихии воды все уплывет поэтому есть у нас еще один день используем но у нас в прошлом видео есть и до этого периода тоже эта подсказка используйте следующий момент можно ли растапливать печку нельзя растапливать печку в тельце да он покровительствует труженикам но в это время и тем более убывающая луна идет давление и нельзя вот растапливать печку потому что вот эта пробка не выходит здесь много влаги поэтому просто-напросто и не используем это время а вот можно растапливать печку именно 26 27 воздух ветер движение вот этих воздушных потоков помогает растопить печку но напоминаю растапливаем печку первый раз но если остыла с помощью сухого спирта для того чтобы пробить вот в дымоходе вот эту пробку воздушную которая образовалась во время того когда не топилась печка ну и вообще нельзя протапливать печку 28 сентября хотя казалось бы и близнецы с утра дело в том что переходный период у нас как раз займет вот этот период когда все будет увлажняться набираться большого количества воды поэтому не растапливаем в этот день если уже были заранее нагретые ваши печки и вот этот пробка из дымохода выбита то пробуйте но снова же начинайте с того что вы сухой спирт зажгли и печка теплая тогда быстрее это будет по чуть-чуть и дров быстрее растопится и вы не будете конечно же задыхаться от дыма вот это такой момент подсказка на двадцать восьмое стрижка волос все дни 25 26 27 стригитесь особенно если вы не хотите чтобы быстро росли волосы это вот хорошее время долго будет держаться стрижка убывающая луна и хорошие знаки а вот уже 28 здесь на стрижку нельзя проводить потому что это уже переход знака стихии воды а знак стихии воды это неблагоприятно для того чтобы проводить стрижку волос но естественно и мытье волос конечно хорошо в тельце 25 26 27 проводим но желательно конечно же много сейчас те кто каждый день моют волосы постарайтесь чуть-чуть повременеть вот это пройти этот период чтобы не мыть волосы это очень хорошо будет для самих волос но естественно для корней волос стрижка ногтей очень хорошо то же самое как и для волос все дни с 25 по 27 включительно а вот уже в знак стихии воды в раке нельзя это делать это не хорошее дело ногти задираются расслаиваются вот этот период пожалуйста учтите не используйте вот очень важный момент очистка кожи различными травяными настоями и самими травами от папиллом и других каких-то образований самый лучший период конечно 22 сентября до 4 октября это вечер 22 и вечер завершить 4 октября каждый день утром и вечером намазывать вот эти новообразования различные именно кожные вот это снова же если вы имеете уже какие-то очень серьезные проблемы обращайтесь к медицинским работникам а если это только маленькая какая-то папиллома можете она только образовалась можете спокойно вот это делать вы и весь период каждый день но и дни очень хорошие если вы не успели 22 можете и 25 в знак тельца начинать и это можно делать делать начинать и в близнецах и продолжать это несколько начинать это продолжать весь период каждый день это можно делать но если вы начали в тельце то это хороший период тоже покраска побелка кто делает ремонт очень хорошо убывающая луна в тельце в близнецах хорошо сохнет краска ложится хорошо и вот эти дни можно использовать но нельзя использовать в знак тихеи воды поэтому 28 не красьте не берите плохо сохнет потом эти щетки видны даже если не щетка вот не очень хорошая качественная побелка получается и с покраской то же самое продолжается у нас чистка проветривание подушек одеял матрасов можно проводить солнечные дни должны быть ветерок можно в тельце очень хорошо в близнецах стихия воздуха выгоняет все но нельзя проводить знак стихии воды наоборот даже сухие какие-то вещи выносишь и потом получается что забираешь влажные даже при солнце стихия воды делает свое дело она напитывает любое вещи в нашем мире влажной уборка летней одежды на хранение вот здесь момент когда не надо это делать все-таки знак телец здесь чуть-чуть вот влажность все-таки есть поэтому я не использую это пробовала запах какой-то тогда получается поэтому лучше перенесите вот это дело летнюю одежду постирали убрали это хорошо сделать 26 27 вот эти два дня но уже 28 не делайте этого это приведет к тому что одежда будут иметь влажные виды запахи неприятные вещи будут происходить с вашими вещами стирка убывающая луна прекрасно сохнет в тельце а еще лучше в 26 и 27 замечательно тоже получится но вот можно стирать и убирать еще и в раке знак стихии воды стирка очень хорошо проходит особенно загрязнение единственное что старайтесь высушить и до момента вот пока солнце есть ветерок снимите это белье потому что снова же стихия воды влажность набирается очень много воды и ваше белье нужно еще дополнительно утюжком пройтись для того чтобы она высохла но и уборка дома все эти дни приветствуется все дни хорошие для того чтобы проводить хорошую основательную уборку это убывающая луна смывается вычищается все очень хорошо вот я сейчас вам вы простите увлеклась и вот вам весь график весь гороскоп можете скопировать и использовать его во всех областях которые вам необходимы вот на сегодня у нас все раиса горяченко александр волик подготовили это видео для вас мы желаем вам удачи всего самого доброго крепкого вам здоровья позитивного настроения потому что жизнь прекрасна и это прекрасное все творим мы внутри сердце и сердце идет вся эта энергия и наша жизнь становится светлой солнечной позитивной действуем трудимся и получаем замечательные результаты до новых встреч на нашем канале